Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба Акерского телевидения. В студии Лея Санагибаева смотрите сегодня выпуски. Хайблинцы приняли участие в акциях «Зеленая Россия» и «Зеленая Башкирия». В селе Федоровка начался капитальный ремонт спортивного зала школы. На базе Уфимской школы открылся центр «Точка роста». В районном краеведческом музее открылась выставка «Целина. Яркая страница истории района». Знаток произведений поэтов разных народов мира – Рузаль Курбанов. В теплый солнечный день более 600 хайблинцев приняли участие в акциях «Зеленая Россия» и «Зеленая Башкирия». Деревья сажали во всех сельских поселениях. В населенных пунктах посадили более 680 саженцев сосны – березы, рябины и других видов деревьев. Около 8 тысяч саженцев сосны было высажено на Аллее Победы близ села Гали Ахметова в рамках акции «Лес Победы», инициированный Башкортостанским региональным отделением партии «Единая Россия». За ходом этой акции наблюдала и наша съемочная группа. Айрат Буранбаев – лесник с многолетним стажем. Эту место знает как свои пять пальцев. По его словам, посадка деревьев именно здесь не случайна. В 2010 году произошел крупный лесной пожар, где погибло множество вековых хвойных деревьев. Он надеется, что высаженные деревья примутся, и спустя десятилетия здесь появится настоящая Аллея. Участковый лесничий Ужинуральского лесничества Айрат Буранбаев является основным инициатором данного мероприятия. Одной дружной командой высадили более 8 тысяч молодых сосен и дубов-крупномеров. Акция была посвящена памяти полного кавалера Орденов Славы, уроженца деревни Уразбаева, Кунузбаева, Кутлугафаров и Золгафаровича и всех земляков, участников Великой Отечественной войны. Основная идея акции – вырастить целый лес в память наших ветеранов. Вместе с родственниками Кутлугафара Кунузбаева и жителями сельского поселения принять участие в столь значимом мероприятии решил и глава администрации района Рустам Шарипов. Погода в этот день была солнечная, поэтому участники акции в приподнятом настроении за небольшое время высадили целую аллею. В целом, в этот день данная акция прошла на территории всего района. Экологический проект, направленный на озеленение окружающего пространства, а также на повышение уровня экологической культуры населения, поддержали неравнодушные жители, учащиеся, студенты, волонтеры, трудовые коллективы и руководители органов власти. И только совместными усилиями можно добиться сохранения и улучшения нашего культурного и природного наследия. Фаниля Баширова, Артур Нафиков, Ильнур Крымгужин, Служба новостей. В селе Федоровка успешно реализуется программа поддержки местных инициатив. Так, в рамках проекта начался капитальный ремонт спортивного зала школы. Подробнее расскажет моя коллега. Пока ученики выполняют спортивные упражнения на открытом воздухе, строители активно ведут работы по демонтажу потолка и полов спортзала школы. Здесь будет произведен капитальный ремонт в рамках программы поддержки местных инициатив, которые жители села активно пользуются уже с 2014 года. За шесть лет на территории данного сельского совета по данной программе был отремонтирован памятник ветеранам Великой Отечественной войны, произведена отсыпка дамба села Абубакир, построены детские площадки, установлен зрительный зал в сельском доме культуры. А в этом году это самый огромный проект, самый большой и финансово самый большой практически, в районе двух миллионов, значит, именно ремонт спортивного зала села Федоровка. Почему мы взяли этот проект? Потому что он очень нужен, именно спортзал. У нас очень активная молодежь, очень активное население, и практически вот этот старый спортзал у нас не пустовал. В ходе капитального ремонта спортзала будут произведены работы по замене потолочного перекрытия, полов, дверных проемов, перегородок, установке пластиковых окон, освещение, выравниванию стен штукатуркой, покраске. Как сам спортзал, так и кабинет при нем находятся в запущенном состоянии. Это помещение будет также капитально отремонтировано. Наша компания называется Вектор. Мы на данный момент начали работать с 28 числа. По сей день произведены работы по снятию потолка, то есть частичного утепления первой накладки, то есть снятие, а в последующем будет укладка теплой минеральной ваты, утепление, получается, потолочных, потолка, после чего будет устанавливаться новый потолок. Мы на данный момент выиграли тендер, поэтому взяли школу и начнем от начала до конца. В районе уделяется большое внимание образовательным учреждениям. Не так давно наша съемочная группа стала свидетелем процесса капитального ремонта спортивного зала деревни Большая Бишева и его открытия. Сегодня также в спортзале школы деревни Мамбетова ведется работа по замене старых окон на пластиковые. Ранее была заменена тепловая трасса. В следующем году здесь также запланированы ремонтные работы. Ляйсан Байгожина, Артур Нафиков, Ильнур Кэмгожин, Венер Тулубаев, Служба новостей. 29 сентября по всей стране состоялся всероссийский марафон открытий центров «Точка роста». Также и у нас в районе на базе уфимской школы открылось третье по количеству структурное подразделение образовательного учреждения «Центр.Роста». Подробнее смотрите в сюжете нашего корреспондента Ляйсан Байгожиной. Для печати данного изделия этому чудо 3D-принтеру потребуется всего 13 минут и около 20 грамм пластика. Как поделились с нами специалисты, в работе они используют пластиковые расходники под названием ПЛА и АБС. Хоть и пластик АБС в процессе печати хорошо нагревается, да и в работе с ним требуется меньше времени по сравнению с другим пластиковым сырьем, ребята все же предпочитают работать с ПЛА-пластиком, так как он по качеству лучше, чем первый. На данный момент печатается легкий брелок, но в планах у нас напечатать базу, она очень сложная в том, что для нее примерно 3 часа. Также эти 3D-принтеры используются и в медицинском протезировании, и в изготовлении деталей. Мы также сами занимаемся 3D-моделированием. Это пока для нас новое, и мы только учимся, но прогресс уже есть, и для меня это очень интересно. Дарина на «ты» с компьютерной техникой, поэтому она одна из первых подружилась с новыми технологиями центра «Точка роста». Вообще, изначально у нас в семье появился компьютер, когда я только буквально родилась, и брат стал в этом хорошо разбираться. Я заинтересовалась тоже, и, к примеру, брат, вдохновившись, пошла по доступу, можно сказать. Но с 3D-моделированием я и до этого пробовала работать, но сама дома. Однако это далеко не продвинулось, так как никакой мотивации и причин для того, чтобы этим заниматься мне не было. С 3D-принтером я познакомилась впервые, только вот недавно начала работать. И это на самом деле очень интересное занятие. В этих уютных кабинетах расположились все учебные оборудования и новейшие средства обучения для реализации общеобразовательных программ информатика, технологии, физической культуры и основы безопасности жизнедеятельности. На общую сумму 4 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета. Также создана площадка в соответствии с фирменным стилем бренд-буком. Мы очень нуждались в этом центре, так как мы третья школа в районе по численности обучающихся. Поэтому мы удостоились такого внимания. В нашем центре планируем реализовать такие проекты, как шахматное образование, IT-технологии и дополнительное образование. Планируем полностью обеспечить 100% загруженность нового оборудования, которое нам наступило, а также разные социокультурные мероприятия. Дополнительным преимуществом деятельности таких центров является содействие развитию шахматного образования, чему рады и юные шахматисты Уфимской школы. Теперь у них стильный, светлый и комфортный кабинет, где созданы все условия для дальнейших побед. Мы занимаемся уже 5 лет от Десуше. У нас есть ребята, которые увлеченно занимаются, участвуют в соревнованиях на уровне района пока. И, допустим, в том году мы заняли на конкурсе соревнований «Белый ладья» третье место команды. Вот эти ребята, которые здесь сидят, они как раз участники вот этой команды. И мы очень рады, что вот сейчас нам у нас вот этом в рамках программы «Точка роста» мы имеем возможность заниматься именно в этом кабинете, не ходить где-то там, но здесь постоянно у нас место жительства. Здесь у нас имеется лаборатория, там мы можем оставлять свой инвентарь. У нас имеется свое имя несколько 10 комплектов шахмат, шахматные часы. В рамках вот этой программы нам еще пришли вот три комплекта шахмат и трое шахматных часов. Также здесь у нас имеется вот интерактивная доска, где мы можем разбирать все позиции. Очень удобно, потому что сейчас без этого как бы невозможно проводить никакие занятия. В данном центре будут работать пять педагогов, которые регулярно проходят обучение в онлайн и офлайн форматах для того, чтобы ориентироваться в самых современных тенденциях. Центры «Точка роста» становятся визитной карточкой каждой школы, на базе которых они создаются. Новое оборудование, фирменные логотипы, отремонтированные кабинеты – все это привлекает не только детей, но и их родителей. Ляйсан Байгужин и Венер Тулубаев, Служба новостей. Управлением Росгвардии по Республике Башкортостан проводится работа по изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, в том числе на возмездной основе. Денежное стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения, является одной из задач, решаемых комплексными программами профилактики преступности. В размеры вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, утвержденные постановлением правительства Республики Башкортостан от 3 апреля 2012 года номер 90, внесены следующие изменения. Огнестрельное охотничье спортивное оружие с нарезным стволом – 20 тысяч рублей за одну единицу. Охотничье пневматическое огнестрельное гладкоствольное спортивное гладкоствольное оружие – 15 тысяч рублей за единицу. Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 10 тысяч рублей за одну единицу. Самодельное нарезное оружие, в том числе краткоствольное, обрез нарезного оружия – 15 тысяч рублей за одну единицу. Любой желающий может добровольно выдать незарегистрированные незаконно хранящиеся средства вооружения без страха понести за это какое-либо наказание. Необходимо обратиться в дежурную часть отдела МВД России по Хайболинскому району, либо в подразделение лицензионно-разрешительной работы по адресу Республика Башкортостан, Хайболинский район, село Океар, улица Батаново, дом 4. В районном краеведческом музее продолжаются мероприятия в рамках 90-летнего юбилея района. Выставку «Целена» – яркая страница истории района. Про освоение целиных и залежных земель в Хайболинском районе посетили ученики 9-го класса 2-й школы. Для них провели экскурсию по выставке и подготовили экспозиции про крупные совхозы района того времени – Хайболинский, Матраевский и Маканский. В 1954 году в нашем районе был создан первый крупный совхоз Хайболинский. Но уже к осенью было решено создать еще две крупные совхозы в нашем районе. Это были совхозы Матраевский и совхоз Маканский. Нам понравилась экскурсия по этой выставке. Мы узнаем много о истории нашего района, о том, как осваивались новые земли, как зародился поселок Целинный, о том, как наши предки поднимали целину и узнали много нового. В те далекие годы на освоение целиных и залежных земель в наш район приехало около 2000 парней и девушек из городов Уфа, Старльтамак, Ишимбай, Октябрьск, Салават и других районов республики, а также из крупных городов страны, таких как Саратов, Ростов, Москва, Ленинград. В 1956 году Хайболинский район сдал государству 100 тысяч тонн зерна и в результате целины стал крупным производителем зерна в республике. Из материалов, представленного на выставке, посетители узнали историю возникновения сел Целинный, Уфимский и имена героев целины. Его частенько можно увидеть на тех или иных творческих фичерах. Он не остается в стороне ни от одного мероприятия, которое проводят работники библиотеки Бурюбая. Он часами наизусть может рассказывать стихи, при этом пишет картины, выпускает сборники, посвященные жизни и творчеству любимых авторов. О лучшем знатоке произведений поэтов разных народов мира Рузалии Курбанове в нашем следующем сюжете. Бесцельность Бесцельность – это лошадь без узды. Без ясной цели, без своей звезды, не выходи в дорогу, заплутаешь. Вот великолепный четверстиший кадр Даяна. Рузаль Сафович – человек, знающий наизусть множество стихотворений поэтов разных народов. В его доме царит особая атмосфера, пропитанная духом книг. Их, к слову, в этом доме более пяти тысяч. Вот, допустим, Лев Толстой – 20 томов. Вот там Горький – 25 томов. И еще, кроме этого, отдельные тома другие есть. Тургенев, Чехов, Достоевский – 10-12 томов. Вот такие шеститомники, четырехтомники, восьмитомники. Разные. Где-то с пятого, с шестого класса начал потихоньку собирать. Тогда еще мало. А когда институт закончил, конечно же, тогда я стал много собирать. Выписывал собрания, сочинения. Родился Рузаль Сафович в Татарстане. Потом семьей переехали в Узбекистан. И все его детство, молодость и зрелые годы прошли там. 20 лет назад судьба забросила его вместе с сестрой в Башкорстан. И с тех пор Булебай стал для него родным домом. Рузаль Сафович вспоминает, что родители были люди некрамотные, но мудрые и трудолюбивые. Русским языком владели на бытовом уровне. Сам же он с отличием окончил Ташкентский государственный пединститут. И всю жизнь проработал учителем русского языка и литературы в школах Узбекистана. Там же я вышел на пенсию в 96-м году. И с тех пор я вот на пенсии. В 2000-м году, уже похоронив родителей и папу, и маму, мы переехали с сестрой сюда, вот в Булебай. Уже 20-й год мы живем здесь. Ну, подруги есть, конечно, у меня. Библиотекари – это мои друзья первые. Клуб мне знакомый, заведующий клубом. Часто меня приглашали. Ну, спортивные мероприятия, шахматы, шашки, дартс, стрельба, вбрасывание баскетбольного мяча в корзину. Потом выставку моих картин много раз организовывали. Я читал много стихов, поздравления. И где бы я ни был, просят меня рассказывать стихи там разные. Ну, у меня это есть. Перед учениками в школу меня приглашают. Обосновавшись здесь, Руза Альцлавович стал активно принимать участие в культурной жизни села. Он активно член местного отделения районного общества инвалидов. Четырежды чемпион района по шашкам. Многократный чемпион по шахматам среди инвалидов и пожилых. Более 70 лет исполняет русские народные песни. Но все же основное его время проходит в сейской библиотеке. Будучи активным пользователем, он внес большой вклад в работу литературно-художественного салона созвучия. А еще он пишет картины. Правда, в последнее время он больше погружен в мир книжных историй. Век, когда всевозможные гаджеты вытесняют книгу из жизни современных людей, такие люди, как Рузаль Курбанов, редкость. От них веет добрым и вечным. Ты форсишь одеждую богатой, да зато ты запятнал уж честь. У меня одежда не богата, зато не запятнал я честь. Фаниля Баширова, Эльмур Крымгужин, Служба новостей. Уважаемые телезрители, выпуск новостей подошел к концу. Далее эфир продолжит программа поздравлений. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» 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 Сирена Султановтар Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok